И когда я говорю про уродов, или Матвей говорит про уродов, уроды это те, кто отказывается от выбора. Вернее, не так. Уроды это те, кто хочет заставить людей жить без выбора. Они моральные уроды. Им в 21 веке это не удастся сделать. Это внуки Сталина, это внуки Гитлера, это внуки Мао Цзэдуна, этих Унвейбина, да? Чего бы они не делали? Устраивали пикеты, натравливали бы других, убивали бы журналистов. Ничего уже не вернуть, пасту в тюбик не запихать. В нашей стране, слава богу, да, сложно, да, опасно, да, вот ролики появляются Сталина. Ничего, обычная война. Ну, что вы хотите? Против вас ведется война, против вас те, кто хочет иметь выбор. Вы ее не ощущаете, ее ощущаем мы, потому что мы на передовой, а вы в тылу. Она ведется за то, чтобы у вас не было выбора, чтобы у вас не было выбора мнений, чтобы у вас не было выбора информации, чтобы у вас не было выбора принимать участие или не принимать участие, и где принимать участие. Против вас ведется война, это настоящая война. Мы, журналисты, находимся на передовой, поэтому на нас наезжают, нас отстреливают, нас избивают, нас компрометируют, для того, чтобы вы не имели этот выбор. Вот и вся история. И поэтому, когда вы мне говорите, как бы стреляя в спину, уберите там этот блок, или уберите Шевченко, или уберите Альбатс, я говорю, нет. Хотя понимаю, что это выстрел в спину. Я говорю, нет. Ну да, обидно от нормальных людей получать вот таких вещей. От ненормальных не обидно, от уродов вот этих моральных не обидно. Это даже честь, понимаете, если против тебя воюют уроды. Конечно, это честь. Я объяснил, что такие уроды, да? Поэтому я вас умоляю. Давайте оставим их, их сектарные. Это секты, на самом деле. Причем тоталитарные секты. Они все хотят быть, как они. Причем тоталитарная секта? Она, во-первых, закрыта. Во-вторых, она хочет, чтобы все стали, как они. Но они будут закрытыми. Они будут главой, да, там, вверху. Да, у них такое представление о 21 веке. Это их трудно. Да, Раиса меня спрашивает.